А вот сейчас включил. Так вот, друзья, сегодня вот за юнибайком мы не зря показывали вам и Адриан, который с Ниной занимается спортом в юнибайке, то есть и то, что показывали, что можно крутить педали, вырабатывать электроэнергию и этого будет достаточно, чтобы эта электромашина двигалась со скоростью 60 км в час, а на аккумуляторах она будет двигаться 150 км в час. Так вот, друзья, это начало нового концепта, который в общей сложности будет называться именно в нашей терминологии инженерной школы Юницкого. Это мобильность 5.0 или еще можно сказать, что это концепция мгновенного перемещения. Когда вы, занимаясь обычным для себя делом, то есть вы работаете на компьютере, вы читаете, вы смотрите, вы общаетесь в скайпе, в интернете, вы занимаетесь спортом, крутите педали, то есть получаете нагрузку. А там сейчас разрабатывается уже как раз при консультациях Адриана полный комплекс, когда можно будет в юнибайке заниматься упражнениями на все группы мышц и при этом любое ваше движение будет вырабатывать электроэнергию и заряжать аккумулятор. Соответственно, друзья, мы вводим то, что сегодня в наших именно юнибайках, юнибусах можно и работать в интернете, и заниматься спортом, и получать какую-то информацию, общаться, а потом мы туда дальше ввели, что там можно еще и заниматься, что он будет вас еще и лечить, и учить. То есть это тоже все обобщенное, но это, друзья, то, что можно делать одновременно перемещаясь. И как раз вот это понятие, которое мы ввели, Unite Mobile Personal Space, то есть объединенное мобильное персональное пространство, именно Personal Space, это как раз то, что сегодня делает новый шаг вообще в транспортной индустрии, вообще в транспортном направлении. Об этом, друзья, сегодня никто не может даже мечтать, потому что, как вы представляете, сидя в BMW, вот новый концепт BMW электромобиль представил, вот как вы будете сидя за рулем, даже работая в полуавтоматическом режиме, при этом чуть-чуть еще крутить педали, заниматься спортом или работать в интернете. Когда вы находитесь на первом уровне, когда вы находитесь в электромобиле, этого невозможно. Это можно только тогда, когда вы встали на эстакаду или под эстакаду, вы движетесь в автоматическом режиме, и, соответственно, вы не участвуете в управлении, а все за вас делает сегодня автоматика. На первом уровне сегодня, друзья, это сделать невозможно. Таким образом, мы являемся абсолютными лидерами сегодня именно в автоматизированной системе перемещения, потому что вся изначальная система закладывается автоматически, и при этом мы вводим новое понятие мобильность 5.0, которое сегодня только-только начинает появляться на устах у специалиста. А для нас, друзья, мы как раз 2017 год показал, что то, что мы сегодня делаем, для многих является фантастикой, для нас это является уже реальностью. Поэтому мобильный спортзал, в котором можно перемещаться и заниматься спортом, уже сегодня изготовлен, он сегодня уже на испытаниях, и тот юнибайк, он уже может сегодня предоставлять такие услуги. И, соответственно, сейчас прорабатывается система автоматизированного управления, которое уже будет находиться в рельсах с точки зрения размещения оптикового окна. Соответственно, уже компьютеры и скорость передачи информации будут совсем другая, и со временем в наш юнибайт станет мощнейшая именно уже интеллектуальная система с искусственным интеллектом, которая позволит еще и сделать его мощнейшим компьютером для работы. И это тоже следующее направление, которое будет реализовано уже в 2017 году по мере того, как будет понимание и как будут приходить заказы на эту работу. Поэтому, друзья, сейчас про 2017 год можно сказать, про 2016 год, в 2017 мы сейчас буквально чуть-чуть позже подойдем, что, как мы и говорили, это является годом, когда о, соответственно, Skyway и инженерной школе узнали очень многие. Это технология, которая вышла в свет, и ее сегодня уже рассматривают и оценивают специалисты. Это то, что сегодня уже позволяет утверждать, что мы можем решать проблемы пробок во всех мегаполисах в любой точке Земли. Мы можем решать проблему перевозки сегодня контейнеров и убрать фуры, то есть разгружать дороги на любых сегодня, в любых странах и континентах. Мы можем сегодня уже рассматривать вопросы перевозки руды, сыпучих грузов и контейнеров в труднодоступных регионах объемами до, соответственно, 50 миллионов тонн. Это то, что позволяет сегодня сделать уже демонстрируемая система. И как раз контейнеры, юникары и юнитраки, они тоже будут продемонстрированы уже в первой половине 2017 года. Они сейчас находятся в стадии уже инженерного, ну, конструкторского изготовления и начала изготовления первых узлов и агрегатов. Соответственно, весна – это уже начало испытаний. Так вот, друзья, это то, что сегодня сделано. И если кто-то или что-то мне будет подсказывать о том, что это небольшой объем работы и что мало что сделано, ну, друзья, я просто не поверю, я с этими людьми просто дальше общаться не буду. Проделана колоссальная работа, колоссальные результаты, что самое главное, друзья, этот результат сегодня начинает все больше и больше оцениваться и восприниматься на уровне экспертов, на уровне профессионалов, на уровне очень серьезных компаний и наших партнеров. Поэтому 29 ноября это показало, когда собрались представители практически всех континентов, очень крупных компаний. Сейчас постоянно переговоры, которые идут, они тоже это подтверждают. И сам график сегодня переговоров, которые ведет Бабурин и Юницкий, они как раз настолько насыщены. И это как раз демонстрация, друзья, того, что интерес к технологии очень большой. 2017 год будет радикально, друзья, отличаться. Я просто могу сказать радикально. Здесь нельзя, к сожалению, не сказать, мы это и про 2016 год говорили, что год будет непростой с точки зрения экономики и с точки зрения внешних факторов для Skyway. То есть мы говорили, что у нас розовые очки, мы на все смотрим через Skyway. Но давайте, честно говоря, смотреть на то, что происходит в России, на евразийском пространстве. Цена на нефть колеблется, кто падал до 36, потом чуть больше 50. В следующий год все эксперты ожидают его еще дальнейшее падение цены на нефть. Это все очень сильно будет давить на экономику. Внешнеполитические условия, друзья, но этот год я не буду перечислять, мы еще увидим много аналитических программ. Но год был очень сложный. И санкции усиливаются, и давление усиливается, и внешнеполитическая конфронтация усиливается. И с Турцией вы видели, как развивались условия, и когда сбили наш самолет, когда было полностью прекращение отношений, потом восстановили. Тут буквально опять трагедия в Турции, это убийство нашего посла. Это, друзья, на уровне вообще грани войны и мира стоит, потому что убийство посла, за этим всегда следуют уже, друзья, военные действия. И они в каком-то виде все равно будут, то есть за это понесет кто-то ответственность. О, появился тут какой-то деятель, да? Американских рублей, хоть один миллиард. Предзаказ покажите. Так, друзья, ну что, будем отключать это самое. Просто вон тут один засранец появился, так сказать, или засланец, там не важно как. Вот, или не будем на него пока обращать внимание. Вот, потому что что ему, тут вопросы, которые задает, на эти, на идиотские вопросы можно отвечать только идиотским, как бы это. Ну вот этому деятелю я могу сказать, слушай, что я сейчас говорю, и будет тогда тебе лучше. А если слушать не собираешься или это самое, нет, то тогда, ну, можешь пописать. Так что, друзья, так, отключить, да? Ну, сейчас, Николай, тогда это самое. Так. Так, а сейчас вот я отключил сейчас. Денис, посмотри, это самое, это отключился чат сейчас в этом самом, потому что я его что-то сейчас не вижу вообще. У меня даже обратная связь, не могу сказать. Когда напишет на него, нажмите и в чат. Так, 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 так. Вроде да. Ну, все, давайте, значит. Я просто не вижу у себя чата вообще никакого, так сказать. Он, как бы, теперь будем только на перископ фото самое. Да, да, отключили. Ну, вот, так, ну, друзья, извиняюсь тогда, я, честно говоря, первый раз вообще за всю историю, что я веду вебинары, уже три года, я первый раз отключаю чат. Ну, опять же, оправдание заключается только в том, что Алексея сегодня нет, Андрей из Екатеринбурга, который модерирует, нету. А сейчас смотреть, что эти засранцы или засланцы там начинают писать, вот, оно будет несколько отвлекать от то, что я сегодня все-таки, ну, как бы, там, говорю, это довольно-таки такие очень важные вещи. И нам сегодня, друзья, для тех, кто в проекте и в программе, это просто необходимо знать и понимать. То есть я специально это все сейчас, друзья, проговариваю, делаю, чтобы мы полностью с вами понимали, где мы находимся, как находимся и что, соответственно, дальше происходит. Вот, ну, вот, последний вопрос, который я успел прочитать от этого деятеля, что где предзаказы обещались миллиарды, триллиарды, покажите хотя бы что-нибудь. Так вот, друзья, здесь не раз уже говорили, и Бабурин как раз четко говорил и показывал, что на сегодняшний момент это коммерческие проекты, и все, что сегодня двигается и проговаривается с точки зрения запуска проектов, на предварительной стадии теперь показываться не будет. Будет показываться только вариант, когда уже непосредственно финансирование, непосредственно начинается проект. Эти процессы сейчас идут, но они идут в многих направлениях, но до такого результата, друзья, это еще не доходит. И как раз это середина следующего года, когда мы активно, вот эта фаза будет двигаться, и как раз вот тогда реально начнет обсуждаться вопрос о закрытии входа именно в корневую технологию, с точки зрения краудинвестинга. Это не значит, что ту программу краудинвестинговую систему инвестпроводящую, которую мы отстраивали, что ее можно будет закрывать, она будет не нужна. Нет, то есть готовится еще целый ряд программ, связанных именно с инженерной школой, с инженерными технологиями, которые готовятся. Это с точки зрения запуска еще ряда инженерных направлений. Как мы говорили, у Юницкого есть несколько очень интересных решений и направлений. И как только Skyway начнет жить уже своей жизнью, то есть привлекать инвестиции для развития самостоятельно, а не через краудинвестинг, тогда мы будем заниматься рядом этих очень интересных, я могу сказать, не менее доходных технологий, чем Skyway. Хотя уж, казалось бы, куда доходнее, чем сегодня, потому что принцип и система венчурных премий, которые сейчас закладываются, она, конечно, друзья, очень интересная, очень, на наш взгляд, интересная и перспективная. Опять же, друзья, справедливости ради надо сказать, что никто никогда еще этого не делал. И это, естественно, основной элемент критики того, что мы делаем, потому что, если это никто не делал, то, что вы самые умные, вы это делаете, ну, тут остается сказать, наверное, да. То есть сегодня развивается новая технология, сегодня развивается новый концепт, сегодня развивается новый технологический уклад, который идет следом за пятым сменом, то есть интернетом. И, соответственно, применяется абсолютно новый принцип финансирования и принцип развития и построения партнерской, соответственно, корпорации, партнерской системы введения в акционеры. И дальше уже будет развиваться система уже распространения акций, облигаций и, соответственно, адресных проектов. Это тоже, друзья, новое. Так же, как сегодня мы активно прорабатываем вопрос, связанный с системой блокчейнов, то есть это тоже новое, то, что буквально за последний год-два вошло в такой активный выход. Сегодня люди уже привыкли к такому понятию, как биткоин, то есть уже никого он не пугает. А, допустим, в Китае и в России сейчас это рассматривается уже как вторая резервная платежная система. То есть это уже всем понятно, что это уже просто не отмахнуться и это не какая-то ерунда. Сегодня по системе блокчейна уже с использованием технологии блокчейна начинает использоваться уже ряд торгов, именно электронных торгов. Это, друзья, то, что входит новое. Естественно, что мы активно в этом участвуем, мы ведем переговоры со всеми лидерами этого направления, мы ведем переговоры с основной командой лидера разработчиков и Банкоина, и Свисткоина, и Эфира, и еще очень многих. Это не значит, что мы туда входим или мы предлагаем нашим партнерам туда входить, ни в коем случае, друзья, нет. Мы просто рассматриваем сегодня это как параллельную систему и построение расчетов, и что для нас сейчас наиболее важно, это параллельное введение реестра акционеров. И за 2017 год, скорее всего, будет разработана и введена параллельная система, не взаимно исключающая, не заменяющая, а параллельная система, когда для того, чтобы наши партнеры и наши акционеры были защищены более серьезным образом, чем просто сегодня британское законодательство с точки зрения акционерного законодательства, то еще, скорее всего, мы введем свой реестр именно по технологии блокчейна. Этого тоже, друзья, еще никто никогда не делал, вот это тоже первая вещь, но, видите, все приходится делать первый раз, и в этом как раз и заключается, друзья, разработка, ну, скажем так, и внедрение новых технологий. И еще один очень, друзья, такой для меня лично, такой приятный вывод за этот год, когда мы это увидели и активно внедряли, что когда я был в Академгородке, задавали очень много вопросов и попросили там передать именно для конструкторского бюро, для инженера Юницкого несколько предложений с точки зрения применения новых материалов в теплоизоляции. То есть конструкторское бюро, которое занимается разработкой теплоизоляции для космических станций, но, естественно, что все, что они делают, это сегодня применяется в единичном экземпляре. То есть вот они для космической станции сначала МИР, теперь, соответственно, международная космическая станция МКС, вот они для нее разрабатывают систему теплоизоляции, больше это применить негде. Соответственно, когда я начал говорить, что мы в перспективе видим выпуск наших юнибайков и юнибусов с сотнями миллионов в год экземпляров, то, естественно, что применение такой теплоизоляции, а там буквально две десятые миллиметра, то есть 20 микрон, соответственно, это как теплоизоляционный слой 2 метра кирпича или 20 сантиметров теплоизоляционной ваты сегодня. То есть, а это две десятые. Естественно, что это очень дорогое на сегодняшний момент вещество, это очень дорогая теплоизоляция, потому что она применяется в единственном экземпляре. Как только мы это начинаем речь вести о миллионах, десятках миллионов, а потом из сотнях миллионов подвижного состава, то, естественно, это становится совсем другого уровня технологии. Таким образом, теплоизоляция нашего юнибуса, юнибайка, она будет на уровне сегодняшних космических станций. Понимаете? И как раз то, что мы это обсуждаем и делаем, и наше сегодня изделие, наша машина, наш юнибайк, втягивает все решения, которые сегодня есть, и таких решений очень много. Это связано с легированием стали. То есть, я много говорил, что мы общаемся с институтом стали и сплавов, лично с академиком Леонтьевым Леопольм Игоревичем, который уже 60 лет занимается легированием стали. И он откровенно говорит, что, друзья, я вам сегодня дам такие образцы стали, то есть, когда вы все испытаете, сделаете, поставите, потом надо будет оптимизировать и улучшать, он говорит, я вам дам стали, которые будут там 10 раз легче, 20 раз прочнее и дешевле и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все, что и сегодня идет еще одно очень мощное новое направление, это уже композиционные материалы, когда не чисто будет стальной рельс и стальное колесо, а уже именно композиты, где будет сталь, совмещенная именно с искусственными материалами, которые будут задаваться новыми свойствами, это тоже целое направление. И Юницкий так полушутку, полусерьезно сказал, что когда мы применим сегодня одни из композиционных материалов, которые рассматриваем, то эти рельсы с расстояния 20 метров будут невидимы, они будут прозрачные, потому что материал, который будет, он практически будет невидим на солнце. То есть, это тоже, друзья, вот такие новые интересные направления. Потом еще мы очень серьезно обсуждали и сегодня ведем переговоры, это уже с создателями искусственного интеллекта, то есть те, кто делают сегодня суперкомпьютеры. Вот я уже говорил, это сегодня несколько уже таких школ и центров научных, это и IBM, которые разрабатывает Watson сегодня, это и система Google, они разрабатывают свой сегодня, Microsoft разрабатывает свой. Вот, соответственно, мы сегодня уже ждем и смотрим, и какой из этих суперкомпьютеров встанет наш мини-байк, это, друзья, время покажет, и, соответственно, кто из них сделает более качественные, более дешевые, тот станет мини-байк, и таким образом наш мини-байк станет настолько интеллектуальной системой, мощной интеллектуальной системой, которая находится сразу под оптиковолокном, и сразу входит в систему неограниченного передачи информации. Это тоже, друзья, сегодня говорит о том, что все, что только где-то возникает, мы сегодня все это агрегируем, и как раз вот наша система, именно струнная система и подвижной состав второго уровня электромашины, юни-байки, юни-бусы, юни-леты, вот, они все сегодня становятся новым технологическим уровнем, который втягивает все, что сегодня делает наука. И это тоже, друзья, один из выводов 2016 года, и, соответственно, это сегодня уже демонстрируется, это сегодня делается, и это сегодня испытывает, и это сегодня уже привлекает новых заказчиков и инвесторов. Поэтому, друзья, то, что касается сегодня нас с вами, мы тоже в Питере проводили конференцию буквально на прошлой неделе, после у нас была закрытая встреча, где был телемост, включился Аматович Юницкий, и он искренне поблагодарил за эту работу, то есть поздравил с теми результатами, которые мы сегодня получили. Все-таки с Артемом... Денис, давайте, Артема Тарасова мы очень хорошо знаем, и не о чем говорить с этого рода. Людям не предлагают просто встретиться с Артемом Тарасовым. Друзья, не о чем, честно могу сказать, не о чем с ним общаться. Так вот, соответственно, друзья, мы с вами сделали, мы с вами сегодня создали и сделали уже невозможное. Ведь те засранцы, которые сегодня... Я раньше их называл засланцами, а сейчас просто сам язык как-то само собой, когда я сейчас лично знаю некоторых из них, хочется назвать другими словами. Поэтому, несмотря на те слова и те вещи, что у нас ничего нет, что мы ничего не создаем, что мы обещаем и не делаем, 2016 год, друзья, как раз показал абсолютно другой подход. Он показал основной, очень важный результат, что конструкторское бюро, которое создал инженер Юницкий, инженерная школа, которая сегодня работает, она сегодня находится на мировом острие науки. Она сегодня является безусловным лидером с точки зрения именно концепта развития транспортной индустрии. Мы сегодня являемся безусловным лидером по именно уже изготовленным и проводимым испытаниям и именно шагу к практическому применению. И сегодня, как результат, это постоянные переговоры с заказчиками и инвесторами на конкретные адресные проекты. Этот процесс, друзья, здесь уже, опять же, тут вы можете относиться к этому как угодно, верить на слово, не верить на слово, но и я, и Алексей, мы постоянно ведем и общаемся с инвесторами. Ну а дальше, как подтверждение этих слов, мы все с вами сейчас следим за визитом Юницкого с Бабуриным в Индию, на которых встречаются на самом высоком уровне с точки зрения именно транспортной инфраструктуры Индии, вот, и разработки, и запуска адресных проектах. После этого будут еще переговоры уже в еще ряде стран, это прямо на обратном пути и Виктор, и Артандаш будут заезжать. Поэтому это, друзья, результат вот как раз того, что мы с вами сделали. И я очень рад, друзья, и поверьте, опять же, тут слово поверьте не совсем правильно, потому что я был участником строительства первого полигона, и когда строились первые именно стенды, первый подвижной состав в Озерах, это 16 лет назад, когда Юницкий декларировал, а потом демонстрировал инженерные решения. И когда у нас в Озерах проводились совместные коллегии, Минтранса и МПС на уровне замминистров с участием губернатора Громова, мэра тогда Озер, там еще целый, такого, ну скажем так, большого-большого уровня, это как раз, друзья, была большая работа, которая проделана и она была реализована. Кстати, по Озерам я, к сожалению, друзья, просто не успел, я не совсем ориентируюсь, как ставить фотографии сюда, в этот самый, на слайд к вечеру обязательно поставлю. Мы с Евгением Кудряшовым вчера были в Озерах, фотографировались как раз и на месте полигона, на том месте, где Юницкий с Дубатовкой стоял, такая знаменитая фотография, где разрушили потом этот полигон. Были вчера в мэрии, общались с руководством, с пресс-секретарем, у нас была определенная такая миссия, мы сейчас, там осталась в Озерах одна вещь, которая принадлежит ЗАУ Струнные технологии, и мы оттуда вот ее сейчас забираем. И администрация нам очень помогла в том, чтобы найти принадлежащую нам вещь, чтобы провести все переговоры, и вот вчера мы фактически, как бы там, практически все завершили. Не буду сразу говорить, друзья, что это такое, хотя многие уже догадываются, о чем идет речь, но сразу могу сказать, что когда вы приедете в мае на наш эко-фестиваль, вот, камень, кстати, камень вопрос, камень тоже нашли, камень тоже нашли, вот, так что это самое, вот, вопрос этот, поэтому всех вас ждет сюрприз, ну, тут многие там это пишут, так, что-то про Леницкого-то заладил, не знаю, тут, как самое пишет один, так сказать, это деятель, потому что здесь-то я чат отключил, а в перископе, друзья, пусть пишут, это не так страшно. Вот, так вот, озера, чем уникальная вещь, что это наша надежда, там начинался строиться первый полигон, там проводились первые испытания, там были большие надежды на эту работу, о том, что мы сделаем, у нас очередь будет стоять от Озер и до Кремля, чего не произошло, потом, после презентации Сергея Ивановича Морозова, этот полигон вообще был уничтожен, мы его так и называем, как военный полигон, вот, соответственно, вчера проговорив там с руководством, родилась очень интересная мысль, мы с большим удовольствием пригласили мэра Озер приехать в Марьиного горку на фестиваль в мае, для того, чтобы он увидел своими глазами, и он с большим удовольствием, я думаю, согласится, что вот, что мы собирались строить в озерах, что мы собирались делать, но по ряду причин, это было реализовано не в Московской области, и не в России, а сейчас в Белоруссии, в Марьиной горке, вот, и, соответственно, элементы всего, что сегодня делается, все, что сегодня демонстрируется. Так вот, друзья, давайте теперь уже действительно очень так спокойно, серьезно, понимая, что произошло за 16-й год, что технология сегодня встала на ноги, она родилась, и она начинает делать первые робкие шаги, то есть по началу ходовых испытаний, по совершенствованию электромашин, то есть сегодня эта линейка будет постоянно-постоянно расширяться, то есть Юнибайк наш уже побежал, сейчас готовится, не знаю, до Нового года, Антон Дордж запустит Юнибус, или это уже будет после новогодних праздников, это, друзья, уже, как говорится, рабочий процесс, и когда путевая структура будет готова, сам Юнибус уже готов, соответственно, для начала испытания, то мы с вами увидим уже сначала Юнибус в стоячем варианте, в варианте городского лифта, потом увидим уже с вами 4, 6, 12 местные машины, вот, которые уже будут, потом будут семейные, потом будут уже более скоростные, не на 150 километров, на более, это все, друзья, будет постепенно развиваться, постепенно двигаться, и 16-й год, как мы и говорили, это и закладка фруктового сада, то есть мы с вами в начале года посадили там более 4,5 тысяч сегодня фруктовых деревьев вечером, вечером, извините, друзья, осенью мы собирали урожай, я лично со своего дерева съел 2 яблока, поэтому у меня дивиденды уже от технопарка идут, вот мы с Алексеем Суходовым посадили дерево одно на двоих, у нас все с ним, и бинар один на двоих, и аккаунт, где мы работаем, и дерево, и то один на двоих, вот, соответственно, у нас дивиденды по одному яблоку уже получились, на следующий год, надеюсь, будет больше, вот, соответственно, и интерес к технологии, и еще, друзья, очень такой интересный, я просил бы тоже на этом акцентировать внимание, это само строительство эко-технопарка, и там и мэр приезжал, показывал, соответственно, своим всем чиновникам, что, друзья, вот видите, строится промышленная система, и промышленный транспорт, и городская, и скоростная, и при этом садятся сады, везде трава, везде очень чистый, аккуратный пруд, то есть это действительно экопарк, но только эко-технопарк, и это тоже, друзья, одна из очень важных моментов технологии, о том, что даже при строительстве, даже при испытаниях, там все очень культурено, все очень действительно экологично и технологично, вот, и, соответственно, это тоже один из принципов демонстрации эко-технопарка, что он показывает новую экологичную, соответственно, технологию. Это, друзья, то, что касается 2016 год, мы с вами очень хорошо сработали, мы получили очень серьезные результаты, позволяющие ввести весь комплекс работ, который сегодня только набирает обороты, но, друзья, 2017 год, особенно первые его 3-4 месяца, это еще более важная работа, это уже монтаж грузовой системы, это окончательный монтаж первого разгонного километра для скоростной системы, это изготовление еще целой линейки ряда машин на производстве, это сейчас расширение уже своего парка станков для изготовления, это, естественно, друзья, очень серьезная нагрузка на нашу инвестпроводящую систему, мы активно работаем, мы активно растем, активно привлекаем сегодня новые ресурсы, но это, друзья, как раз и заключается наша взаимная сегодня ответственность перед технологией, соответственно, с точки зрения конструкторской инженерной школы, наша задача обеспечить ее притоком инвестиций, а их со своей стороны это обеспечить нас инженерными решениями и демонстрацией того, что сегодня делается. Я абсолютно думаю, что все со мной согласятся, что этот год мы взаимно сработали очень хорошо, инженеры сегодня выдали нам очень качественную хорошую продукцию в виде документации, по которой изготовлены просто первоклассные мирового уровня машины, изготовлена путевая структура, все это приступило к испытаниям, и сегодня интерес к технологии Skyway, интерес к инженерным решениям Юницкого сегодня растет просто огромными темпами, я бы даже сказал не геометрической прогрессией, а просто очень большими и огромными темпами. Соответственно, друзья, 2017 год, давайте тоже разделим две вещи. Первая вещь, это внешние политические факторы, которые будут в России, Украине, на СНГ, внешнеполитические факторы взаимодействия между системами и блоками. Год будет, друзья, 2017 год очень непростой, и здесь не пугать, не рассказывать, послушайте всех комментаторов, соответственно, аналитиков, политиков, и вообще кого там только угодно. Сегодня каждый, кому не лень, пытается напугать, что нас будет дальше ждать в этом плане, друзья, я не хочу и вы, кто смотрите за нашими вебинарами, кто смотрите, что я не люблю этого делать, это, друзья, пусть останется за скобками Skyway. Одно я могу сказать, что год будет очень непростой, но для нас с точки зрения Skyway, друзья, это будет прорывной год. 2017 год, если сегодня можно утверждать, что 2016 год это год рождения технологии, то 2017 год это ее вхождение в мир, когда о технологии Skyway узнает каждый житель Земли, каждый, друзья, не будет ни одного человека, который не будет знать о Skyway, это не значит, что все будут нашими союзниками, весь мир, как всегда, друзья, поделится на два лагеря, кто-то будет за, кто-то будет против, так развивается это естественный процесс, единственная борьба противоположностей, насколько я помню, очень такой серьезный принцип, вот, у нас очень много появится врагов, серьезных врагов, но это, друзья, нисколько не пугает, потому что у нас уже появляется, еще появится очень много друзей, союзников, партнеров, которые будут помогать продвигать проекты, технологию и строить Skyway по всей планете, поэтому 2017 год для нас будет, именно для компании, друзья, это год расцвета, это год очень серьезного вхождения, год очень серьезного становления, вы будете видеть очень много создания управляющих компаний по всему миру, адресных проектов, вы будете видеть делегации, которые будут постоянно приезжать в Марьину-Горку на экотехнопарк, мы с вами будем закладывать и запускать строительство еще ряда экотехнопарков уже не только в одной стране, а для того, чтобы усилить систему безопасности, она должна быть в нескольких странах одновременно, вот, это тоже, друзья, мы с вами будем, и все это будет происходить на фоне как раз вот этой очень жесткой, очень сложного процесса в мире, но, друзья, мы должны с вами понимать, что как акционеры, как партнеры проекта Skyway, для нас нету разницы, где будет строиться первый проект, где он будет строить в Монголии, во Вьетнаме, в Боливии, в Афганистане, кстати, вот, друзья, опять же, очень интересная иллюстрация, могу сказать, по конференции в Санкт-Петербурге, подходит парень, ну, такой, очень серьезный, солидный, он говорит, я очень близкий человек, там, родственник нынешнего президента Афганистана, и представляю здесь определенные круги, я бы хотел рассмотреть проект, ну, во-первых, демонстрации и презентации технологии для президента Афганистана, вот, и второй момент, это вот именно концепт развития вообще во всем регионе, вот, я, честно говоря, про Афганистан давно уже не общался, не знал, так сказать, и я задаю вопрос, а какие вы проекты вы хотели бы первые рассмотреть в Афганистане, и он мне говорит, а вы знаете, что Афганистан это первая в мире страна по запасам литиевых озер, литиевой воды, соответственно, литий это тот стратегический ресурс, который может сегодня заменить, абсолютно стать более востребованным в стратегическом плане, чем нефть, потому что сегодня любые литиевые аккумуляторы, это замена сегодня абсолютно углеводородной энергетики, вот, и можно рассмотреть проект по строительству завода аккумуляторов на литии в Афганистане, соответственно, с применением технологии Skyway. И вот это, друзья, мы как раз и начали первое, первое обсуждение, первый проект, потому что вот это даже легкая трасса, которую мы сегодня показываем, она может обеспечить транспортировку 50 миллионов кубов воды, а это около 14-15 миллионов аккумуляторов, которые можно изготавливать, это мощнейшая индустрия, и это то, что сегодня востребовано основными производителями всех электроприборов, ну, электромобилей, там электромашин, это сегодня стратегическое такое направление. И, соответственно, вот такой адресный проект, и мы рассматривали, и сегодня обсуждаются такие вопросы и Боливия, где большие запасы лития, и Чили, вот, но Афганистан, во-первых, ближе, во-вторых, это со стратегической точки зрения очень интересный такой проект. И такое, друзья, возникает, и возникает постоянно, и это будет двигаться, и это будет развиваться, внедряться, вот, по мере того, как будет сегодня развиваться технология. Так вот, друзья, на 17-й год, что бы я хотел, не то, что пожелать, а, друзья, нам нельзя сбавлять темпы. Мы работаем, и сейчас, да, две недели, естественно, это рождественские каникулы, это дело святое, отдыхать всегда надо, иначе работы быть никакой. Но при этом активная работа со своими партнерами, со своими структурами у нас всегда ведется, то есть мы сразу же год начинаем с первой конференции 14-15 января уже в Высоких Татрах в Словакии, это основные инвесторы, где у нас сегодня в Восточной Европе, потом будет конференция в Чехии, потом в Германии, вот параллельно я проведу еще очень большую презентацию в Австрии, в Вене, там тоже очень интересная команда, в Австрии сейчас пришел президент из зеленых, и у нас есть в его окружении очень близкие нам люди, которые вот прям буквально в первых числах февраля готовят сегодня презентацию для президента Австрии именно с точки зрения технологии, экотехнологии Skyway, о том, что можно сегодня всю Вену избавить от пробок и убрать сегодня весь транспорт внутреннего сгорания с дорог. То есть естественно, что это очень крайне и очень интересно, тем более, когда есть уже на что это посмотреть. Поэтому пожелать бы я хотел, друзья, нам всем это активные работы, терпение, здесь уже я могу сказать, что тот, кто начинал с нами изначально и дошел до сегодняшнего момента, то терпение этим людям уже не занимать. Вот, с точки зрения именно продуктивности работы сейчас вот весна и фестиваль, который пройдет скорее всего 6-7 мая будет проходить на майских праздниках, дата уточняется, может на неделю быть сдвижка, но скорее всего это будет 6-7 мая. Мы с вами, друзья, соберемся, сегодня уже более трех с половиной тысяч заявок на участие в этом фестивале, это будет большой праздник, это будет встреча действительно людей, которые сделали невозможное, которые продвинули, и, друзья, я могу сказать, нас ожидает будет там столько приятных именно сюрпризов, которые зависят от нас, вот не говоря уже про ту вещь, которая нам принадлежит, которую мы привезем из озер, вот, соответственно, кончая уже действительно демонстрацией новых подвижных составов, когда можно будет и на определенных условиях проехать в Юнибайке, в Юнибусе, сфотографироваться на фоне уже готовой к эксплуатации, готовой даже уже пересадочной станции на 50 миллионов человек, когда можно будет уже по отчу увидеть погрузочно-разгрузочные терминалы нового поколения, это все, друзья, как раз будет демонстрировать эко-технопарк в мае этого года. Поэтому мы с вами все там соберемся, мы все увидим то, что мы с вами сделаем, это будет сопричастность к нашей общей работе, и я думаю, что, друзья, что после этого у кого-то язык повернуться о том, что мы ничего не сделали, или мы делаем какие-то незначимые вещи, это, друзья, уже будет, ну, просто смешно выглядеть. Вот, тем более, что к тому времени я думаю, что Родхук нас обрадует еще очень многими интересными новостями из Австралии, потому что там все очень активно развивается, движется. Я думаю, что буквально вот днями, а может даже часами мы получим, друзья, очень интересные новости из Индии, что-то мне подсказывает, что они нас очень серьезно всех порадуют. Вот, поэтому, друзья, нам есть за что гордиться, что мы сделали в 2016 году, но, друзья, в 2017, это первые шаги, 2017 год, это не соизмерим по масштабам, именно с точки зрения Skyway, что нам, друзья, еще предстоит сделать. Поэтому, друзья, в этом плане мы всегда будем отличаться от анализа ситуации, которую будут делать не адепты, не тот, кто находится в Skyway, у них всегда будет все плохо, у них все будет рушиться, у них не будет никакой перспективы, они всегда будут рассказывать, почему мы жить завтра будем хуже и хуже. Друзья, у нас в Skyway все наоборот, мы постоянно будем вам показывать, четко обосновывать, что технология развивается, и тот, кто вошел в Skyway, помните, что мы вводили такой термин ковчег, именно экономический ковчег, так вот, друзья, Skyway, это тот экономический ковчег, который мы с вами сами создаем, и который нас поведет не только в 2017 год, но и в 2018, и в 2019, и поэтому все, кто сегодня входит в Skyway, они реально получают очень серьезный шанс пережить сегодня, не просто пережить, а быть в очень хорошей ситуации по сравнению с теми, кто не признает или не понимает, что такое проект Skyway, что такое инженерная школа Юницкого, что такие струнные технологии, что такое шестой технологический уклад, и что такое мобильность 5.0. Слава Богу, что мы с вами все это понимаем, и что самое главное с точки зрения практической футурологии, мы, друзья, все это еще с вами и реализуем. Ну вот, давайте тогда на этом, то есть, скажем так, я план то, что наметил, все, что я хотел рассказал, видите, я даже чуть больше сегодня по времени, но это очень важный сегодня, я считаю, момент, который мы с вами осветили, вот, поэтому вечером будет примерно такого же плана вебинар, я также еще раз итоги 16-го года, перспективы 17-го года, вот, друзья, следите за нашими акциями, особенно вот сейчас, то, что идет с 20-го декабря по 20-е января, счастливое Рождество, у вас есть уникальная возможность, но это, друзья, только для тех, кто понимает ценность того, что мы делаем, это не для новичков, если вы новичок или не понимаете, или сомневаетесь, друзья, никаких действий, это только для тех, кто уже понимает и двигается, вот, ну и, друзья, с кем мы уже не увидимся, потому, что в следующую среду я буду как раз по дороге из Вены в Банско-Быстрице, это из Австрии в Словакию, и в среду, а Алексей, там, где он будет, тоже интернет может не потянуть под комнату, поэтому сразу заранее извиняемся, что следующий, это у нас получается будет 28-е число, вебинара может не быть. Мы, конечно, как вы понимаете, все постараемся сделать для того, чтобы он все-таки был в любых условиях, но не все от нас зависит, что я говорю, я буду в дороге, а Алексей, непонятно в каких условиях, поэтому сегодня я так, соответственно, очень подробно сейчас сделал обобщение, что может случиться так, что это, друзья, сегодня и вечером, это с точки зрения вебинаров, это крайние вебинары в этом году. Естественно, что в первых же числах января мы продолжим с вами работу, но это будет понятно уже вот на следующей неделе, вторник, среду, мы обязательно дадим информацию, будет вебинар в следующую среду или не будет. Ну, друзья, что я могу вам еще пожелать для тех, с кем мы уже не увидимся в 2016 году, что мне очень, скажем так, импонирует и очень нравится год, который мы прожили, он был очень непростой, со всех сторон очень непростой, мы с вами сделали очень серьезное, большое дело, за которое не стыдно сегодня и ответить, и показать, и отчитаться за результаты, но, друзья, это только маленькие, маленькие шаги во всей этой дороге Skyway, которую нам предстоит делать в 2017, 2018 и так далее, друзья, годах. Поэтому с точки зрения построения именно инженерной школы это прорывной год, потому что то, что до какого результата сегодня дошел инженер Юницкий, ни разу еще до такого уровня не доводилось и не доходилось, именно его технологии, его решения, поэтому, естественно, что он работает сегодня за гранью возможностей, за гранью человеческой, так сказать, психики, это здесь, к сожалению, по-другому быть не может, мы насколько можем сегодня ему помогаем, насколько можем разгружаем, то есть вы уже заметили, что он перестал быть генеральным директором группы компаний Skyway, это сейчас генеральный директор Надежды Косарева, он еще ряд функций сегодня с себя снимает для того, чтобы сосредоточиться именно только на инженерной работе, на построении и конструировании машин и на испытаниях, потому что этого кроме него никто, соответственно, сегодня сделать не может и как мы его между собой называем, это как Леонардо да Винчи нашего времени, поэтому наша задача сейчас организовать максимальные условия для того, чтобы он работал и именно нам, именно компании, в которую мы сегодня входим, выдавал те решения, которые сегодня крайне необходимы. Ну вот, друзья, давайте тогда пожелаем нам всем успехов в 2017 году и без сомнений, 2017 год, это станет годом Skyway, и через год, что-то мне подсказывает, друзья, когда мы будем с вами подводить итоги 2017 года, нам много и много чего будет интересного, что вспомнить, что обсудить и, соответственно, чем гордиться за проделанный 2017 год. Ну вот, на этом, друзья, давайте заканчивать, все, с теми, с кем не увидимся, уже прощаюсь, соответственно, с теми, кто еще будет вечером, до вечера. Так что, строй Skyway, друзья, спасай планету. Все, всего доброго. Чат я так, друзья, и не включил, так что вы меня за это простите. Вечером попробую разобраться и покажу фотографии, которые были в... Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok